Привет, я Лена Ангел-Виль, вы на канале Ангел-Виль-Тойс, и сегодня у нас распаковка и обзор Мулан из коллекции Disney Storybook. Мулан — это мой самый любимый персонаж Disney. Мулан может быть принцессой, только если мы берем за основу, что такое быть принцессой, то, что сказали в Нилопе в мультфильме «Ральф против интернета». А звери с тобой разговаривают? А ну, скажи! Очень похоже. И, наверное, именно тем, что она не соответствует стандартному понятию, что такое принцесса, родиться в кольевской семье, она мне не нравится. Она нас очаровывает некрасивыми платьями, узким станом, да, она не показывается нам как персонаж, задача которого — влюбить в себя принца. Про тебя тоже думают, что всё в твоей жизни наладилось, когда в ней появился мужчина? Да, но ведь это бред! Она принцесса! В самом начале, да, она вот когда в этом платье идёт, собственно, на выданье, она очень пытается это из себя выдавить, потому что это то, что общество от неё требует, это то, что ожидается от женщины того времени. Но сама по себе Мулан себя на самом деле, мне кажется, находит именно в тот момент, когда она попадает к Шангу, и не потому что Шанг писаный красавец, да. Шанг отличный командир, у которого есть свой отряд, и в этом отряде Мулан понимает, что она может принести огромную пользу и может делать те вещи, о которых она никогда вообще не думала, что у неё могут хорошо получиться. Особенно, учитывая факт того, что она женщина. Что касается куклы, если вы посмотрите сзади, у меня тут много всяких разных принцесс есть. Они специально от разных марок, что-то от Диснейстора, что-то вообще вот от Симбы, от Хасбора. И со всем вот этим набором принцесс, что у меня здесь находится, у меня нету совершенно ни одной Мулан. И как бы странно это звучит, учитывая факт того, что Мулан моя самая любимая, ещё раз повторяю, диснеевская принцесса. И я объясню, почему так произошло. Мулан мне нравится настолько, что ни одна кукла до сих пор. Если честно, даже включая вот эту, не повторила полностью её черты лица, как минимум, да, такие, как у её нарисованной версии. Мулан достаточно специфическое лицо, у неё широкие губы, у неё круглые глаза. Почему-то всем куклам, кстати, делают глаза коричневые, мы, конечно, куклу откроем и посмотрим поближе. У нарисованной её версии глаза чёрные. В любом случае, какую бы куклу я ни смотрела, она, ну, совершенно у меня в голове не вписывалась в понятие Мулан, которое для меня оставил вот этот мультфильм. Я его любила настолько, что я его засматривала до дыр. Ну, оставим факт того, что, да, я часто приходила к бабушке и дедушке, у них были вот такие вот кассеты, знаете, вот эти большие, чёрные, которые ты вставляешь в проигрыватель. Единственный диснеевский мультик среди черепашек-ниндзя и людей в чёрном. Я его закончила смотреть и продолжала смотреть заново. Настолько сильно он мне нравился. Поэтому Мулан, которая у меня появится в коллекции, должна была быть какой-то, ну, невероятно особенной. Я пересмотрела много вариантов. В основном её делают с длинными волосами, здесь она тоже с длинными волосами, что тоже как-то не вписывается в то, как я её запомнила. Потому что, ну, почти, чуть ли там не в начале мультфильма она уже обрезала свои волосы. И, по сути, почти всегда мы её видели или вот с этим пучком, да, или с каре. Мулан накрасили всего один раз очень сильно в самом начале, а потом она всегда была без макияжа, вот с этими влазящими бок ушами. Я очень надеюсь, что, может быть, в будущем действительно сделают очень точную копию её лица. И самое интересное, что чем более кукла была какой-то там крутой коллекционной, тем меньше мне её хотелось поселить у себя. Потому что вот в коллекционных Мулан, если посмотреть, в большинстве случаев делают именно в красивых таких больших пышных платьях, с огромными ресницами, таких вот всех супер-мега накрашенных, и они очень красивые куклы. Но это не Мулан в том понимании, Мулан, который мы видим в мультфильме. Я думаю, что если бы настоящий Мулан вот так вот бы накрасили сейчас и куда-то вытащили, даже после всех событий, которые произошли, там первой, может, даже второй части, ей бы как минимум было просто некомфортно и неудобно, ну не нравилось бы ей в этом всём ходить. Поэтому Мулан, которая вышла в сторибуке, меня зацепила, во-первых, тем, что у неё довольно нейтральный макияж, но на самом деле меня купила даже не она сама, а вот это. Вы видите, что идёт с ней в комплекте? С ней в комплекте идёт Мушу и её собакин! Если бы ещё коня поставили, чёрного кана, то вообще просто цены бы этого набору не было. Прежде чем мы наборчик откроем, я покажу вам ещё несколько вариантов, как может идти сторибук. Есть вот эти вот варианты, такие же, как Ма Мулан, Жасмин не моя, если что, так что нет, обзоров на неё не будет. С ними всегда идёт какой-то дополнительный набор одежды, животные и аксессуары. Но выходили и бюджетные наборы, Белоснежка тоже не моя, так что обзоров на неё тоже не будет. Такой вариант Мулан тоже есть, но его бы я не взяла по одной простой причине, что, ну, действительно, моя вот главная любовь в этом всём сете, как минимум, пока я его не открыла, да, это всё-таки вот эти вот два прекрасных маленьких существа, которые Мулан сопровождает. Теперь давайте потихоньку будем открывать, так как коробка у куклы очень сильно закрыта. Куклу мы как бы вроде видим, но на самом деле ничего мы не видим. Видим мы промо-фотку, а промо-фотка и куклы это не всегда одно и то же. Что ж, давайте рассмотрим коробку поближе. Помимо того, что мы видим куклу и того, что с ней идёт, у нас здесь очень много принта по китайском стиле. Тут есть даже сцена, как она на своём, собственно, коне скачет, вот тут сзади мушу у нас есть. В общем, цветущая вишня это вообще очень важное растение в жизни Мулан, потому что именно на примере цветка не распустившегося её отец её пытался подбодрить и сравнивать её с этим цветком в тот момент, когда ей сказали, что она семье почёта не принесёт и замуж она не выйдет. То есть стандартным способом у неё не получится принести никакого почёта семье, потому что она ещё раз не вписывается в рамки общества своего. И он сказал, что вот видишь этот нераспустившийся цветок, да, он сейчас выглядит не очень, но когда он распустится, он обязательно будет самым красивым из всех. Это действительно то, что с Мулан произошло. Она да, принесла почёт своей семье, но не обычным способом, так, как вообще никто не догадался сделать. И сыграла в банк и выиграла, как говорится. И китай спасла, и замуж вышла за самого описанного красавца. Почему бы нет? Но это ещё не все приколы этой коробки, потому что на самом деле сзади у нас есть такая вот открывашка. И мы прям как будто бы читаем Дисней журнал. Здесь у нас есть раскраска. Мулан с Мушуна Каня. Вот её прекрасное личико, такое, которое ещё не на одной кукле почему-то так и не сделали. И всякие загадки, пазлы и штуки, которые детишки любят. Я любила. Я сколлекционировала Дисней журналы, когда была маленькая, да. Ну, а спереди у нас есть такая же самая открывашка, которая делает что? Та-да-да-дам! Она открывает нам куклу, но открывает нам её, как видите, не всю. То есть мы, да, видим Мулан, мы, да, видим её второй костюмчик, но даже её обувь от нас скрыта. Конечно, это сделано, чтобы ничего там не подралось и не потрепалось, но всё-таки, ну, интересно же посмотреть. А вот всё самое интересное, да, дополнительные персонажи, меч, вот это вот всё у нас скрыто за такой ширмой справа от неё. И чтобы это посмотреть, мы должны расшарить и пораскрывать всю коробку. Опять же, Ужас Мин абсолютно то же самое. Все остальные вещи спрятаны здесь. Второй костюм находится рядом с ней. И когда мы открываем, да, вот эту вот сцену, то у нас вот есть ковёр. То есть мы как бы можем продолжать с ней играть, она как будто бы из книги выходит. В бюджетной версии раскрасок нет, но они нам не так уж, чтобы прямо сильно были интересны. Нижней части, да, на котором персонаж может стоять, тоже нету. Но при этом при всём у нас тоже есть что-то вроде вот такой вот сцены из книжки, где мы видим лицо персонажа и некоторые детали. Да, обратите внимание, в какой сцене она стоит. Опять же, она не на войне, где-то там с Шангом. Она не в том месте, где искали жениха, она не в шатре у императора. Она именно у этого дерева, где она разговаривала с отцом, потому что это реально самая важная сцена во всём мультфильме. Что ж, Малан долго ждала этого момента, когда я наконец-то смогу её открыть. И давайте не будем заставлять её ждать ещё дольше. Когда мы снимаем верхнюю часть с коробки, у нас остаётся вот такая вот внутренняя коробка. Сзади довольно массивные завязки, которые, по-моему, легко развязать даже без того, чтобы что-нибудь обрезать здесь. Children friendly, можно сказать, в этом плане, что никто не порежется, пока будет этим заниматься. Что ж, набор распакован, Малан у меня в руках. Я, если честно, надеялась на чудо, в котором я вытащу Малан из коробки, вздохну и скажу, «О боже мой, это она, это та самая Малан». Нет, к сожалению, чудо не произошло, она очень красивая, я рада, что она у меня появилась в коллекции. Но я всё же надеюсь, что появится вариант вот этой вот ушастенькой, большеглазой, большегубой Малан, именно такой, как в мультфильме. Но, боже мой, ребята, вот эти двое делают данный набор просто бесценным. Они невероятно классные. Я даже не могу вам передать. Кстати, я ожидала, что собакин будет чуть поменьше. Он довольно большой. Муршу вообще просто великолепный. Он мне очень сильно нравится. И, блин, это просто, это просто восторг, ребята, для человека, который очень любит Малан. Это прям вау. Ну и меч, конечно, просто потрясающий. Ну и Малан в платье, она довольно узнаваемая. Всё-таки мне хочется проверить, как она будет выглядеть в своём боевом костюме. Может быть, в нём она мне понравится больше. Сразу предупреждаю, тело пластиковое, но ноги резиновые. И на резиновые ноги ещё вот эти штаны на узкой резинке нарезают очень-очень с трудом. И да, если будете снимать обратно, имейте в виду, что всё приклеивается к ногам. А насчёт костюма, это просто халат, а завязочка, она сзади на липучке. Совершенно она чудесно выглядит и с этим оружием, и с этими прекрасными животными. Я говорю, только коня не хватает. Ну и, наверное, самое время её посравнивать с другими моими принцессами от разных компаний. И посмотреть, чем они между собой друг с другом отличаются. У меня насобралось довольно много разных принцесс. У них разный рост, разные компании, разная раритетность для коллекционера, можно так сказать. Что-то с бложки, что-то мне отдали, что-то я сама купила. Кто-то больше на себя похож, кто-то меньше. Мне очень импонирует эта разношёрстность, надеюсь, вам тоже. Так, давайте начнём сравнение с типичного Disney Store. Я вообще, если честно, была уверена, что у Мулан такое же самое тело, как у Мериды и у Алисы, которая у меня тоже не так давно появилась. Каково было моё удивление и моя радость, когда я поняла, что у них три абсолютно разных тела. Это так круто. Я Disney Store узнаю по рукам, у них абсолютно одинаковые руки. При этом, при всём, если вы посмотрите на вот эту вот огромную Анну и на Мериду, у них тело очень похоже, посмотрите на их ноги. А вот у Мулан тело больше похоже на Алисина за счёт вот этих резиновых ног, которые, да, сгибаются посередине, но шарнира у них как такового нет. И они очень липкие, они прям на себя хватают вообще абсолютно всё. Поэтому, да, желательно таких кукол одевать и больше не трогать. У Алисы, в отличие от остальных, нет груди, потому что она самая маленькая. Мне странно, что Мерида гораздо выше Мулан, потому что Мерида, по тому, что я помню, должна быть гораздо младше. Она и выше, и фигуристее. Лицами, кстати, мне все персонажи, кроме Мулан, очень сильно на себя похожи. Не знаю, как вам. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Кстати, обратите внимание, что у Мериды есть два шарнира в ногах, да, у Анны только один шарнир в ногах, у девочек вообще нет шарниров в ногах. И у всех, кроме Анны, есть два шарнира в руках, у Анны только один. Теперь давайте сравним принцессу от Disney Store с принцессой от Simba с принцессой от Mattel. У нее, конечно, если близко посмотреть, там руки пожеванные и все в этом духе, кукла с бложки. Но в любом случае, ну представьте любую мотеловскую не шарнирную барби, ну вот то же самое тело будет. Как по мне, Disney Store ские тела гораздо более удобные. Даже учитывая, что у нее, в отличие от Мериды, что мы сейчас смотрели, нет шарниров в ногах, все-таки она позабельная, да, дает много возможностей ее нормально фоткать, ручки красиво ей ставить. Ну и, в принципе, тело у нее очень красиво смотрится. При этом, при всем, в принципе, с Mattel они довольно сильно похожи. А вот с Simba нет. У Simba есть плюс в том, что есть шарнир на животе, который позволяет куклу поворачивать. Довольно интересно, да, это больше ближе к таким барби 90-м. Но в любом случае, если выбирать из всех тех, что находятся здесь, наверное, мне все-таки больше всего нравится диснеевский тип тела. Еще важная штука про качество материалов. У Simba видно, как сильно пожелтели руки. Я, когда покупала эту куклу, я ее покупала в коробке, новую. Я нормально, хорошо с ней обращалась, но руки пожелтели очень сильно. Причем, что она даже не сказать, что постоянно была на свету. У меня по большей части куклы все-таки по коробкам там или по каким-то шкафам, потому что нету места, куда их расставлять. И все равно руки, посмотрите, насколько сильно желтые. Будем надеяться, что качество материалов у Disney Store не создаст нам такой проблемы. Я думаю, что все-таки так и будет, что с Mulan и остальными моими Disney Store все будет в порядке. Опять же, если вы знаете, напишите, может, это еще и от цвета кожи. Зависит все-таки уже с мин, он такой довольно темный. У диснеевских принцесс от Hasbro довольно симпатичные тела, причем у всех. Мне нравятся. Есть вариант пониже, есть вариант повыше. Причем есть с перчатками, есть без перчаток. У Mulan совершенно особенное тело. Мне нравятся ее ноги. Вы видите, она стоит без подставки, потому что она может себе позволить перенести на ноги действительно вес. Ну и, чтобы до конца поизвращаться, давайте сравним с Rapunzel. Справа это Hasbro, а слева тоже Disney Store. Но такой тип тела они выпустили именно по линейке кукол, по дополнительному мультфильму, сериалу, по Rapunzel. В принципе, обе они выходят именно по этому сериалу. Тело слева, Rapunzel, для меня просто самое шикарное и потрясное. Потому что посмотрите на вот эти огромные ноги, но при этом довольно женственное тело, при этом огромное количество шарниров, при этом огромные мультяшные глаза. Вот это мой вообще абсолютно фаворит из, наверное, всех Disney Store-овских тел. Ну и плюс из-за того, что оно особенное тоже. Поэтому, да, прям, ну просто не могла пройти и не показать его. Поэтому, да, вот такие дела. Что вы думаете про мои сравнения? Может, стоило с кем-то еще сравнить? Может, вы сравнивали? Буду рада услышать в комментариях ваше мнение по этому поводу. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, оставлять комментарии. Для меня это очень важно. Я сейчас стараюсь выкладывать раз в неделю по ролику. Так что не забывайте заходить посмотреть, что вы думаете по поводу Мулан. В целом, как персонажа именно этой куклы. Может, у вас тоже есть куклы Мулан. Может быть, вы знаете какую-то более похожую на свою мультяшную версию. Напишите мне в комментариях. Мне будет очень интересно почитать, учитывая, что это действительно мой самый любимый персонаж Дисней, если кто-то еще не понял. Ну, а пока что большое вам спасибо за просмотр. Любите игрушки, живите в сказки, вертись в чудо. А мы увидимся очень скоро в новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok